День Трофима и Зосима Как ему удается укращать животных? Зосим сказал, что в этом ему помогает вера в истинного Бога. Тогда Зосиму предали различным мучениям. Спас его большой лев. С этого дня начинались трофимовские вечеринки, на которых девушки выбирали себе женихов, а ребята невест. Парни приходили с медом и угощали им приглянувшихся девушек. Верили в то, что святой Трофим помогает женихам и невестам найти друг друга. Девушки могли гадать в этот день на суженого и думали, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся парню, то он тебя полюбит. Сегодня почитали пчел, которые давали мед и воск. Мед ели, а из воска делали свечи. Говорили, что пчелы не жали от праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. Святого Зосиму считали заступником пчел. Сегодня ему молились, чтобы пчелы были живы и здоровы, а меда было в достатке. Начинали сбор меда, а улья убирали на зимовку. Молились и святому Трофиму, так как верили, что он дружит с медведем и поможет получать мед. Сегодня был распространен обычай печь блины и оладьи, которыми угощали близких. Ели их с медом. Верили, что если съесть ложку меда и запить ее водой, то от всех болезней излечишься. И даже в следующем году хвори будут обходить этого человека стороной. Приметы. Если сегодня листья с деревьев опадают, пора убирать ульи. Сегодня надо угощать медом нищего, тогда год счастливым будет. Если пчелы леток плотно облепляют воском, зима будет лютой. Если сегодня дует южный ветер, это к урожаю озимых. Сегодня у нас в гостях телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Петрович, рада вас видеть. И мы с Танюшей сделаем один из целебнейших завтраков такого удивительного врача, швейцарского врача Бирхера Беннера. Он швейцарец был, да? Да, он был швейцарец. Я часто от вас про Беннера слышала. И, кстати, почему я на него так часто ссылаюсь, дело в том, что он оказался современным основоположником целебного питания. Разработал целую систему, более того, внедрил ее в санаторий. И более того, знаете, я, когда его читал книжку, эта книжка была с печатью, которая указывала, что она из царской библиотеки. То есть цари интересовались, наш Николай II интересовался этой книжечкой, а как там питаться, так, чтобы жить дома и красиво. То есть этот Беннер был явлением такое в медицине, в питании, в культуре. Вот именно, да. Это оказалось так, как он жил на рубеже 19-20 веков. Он, значит, интересовался последними достижениями науки, техники и так далее, и так далее. И вот он, в частности, для себя установил и потом опроверг многие предположения, которые бытовали. То есть он опровергнул естественную историю ценностей продуктов, основанную на калорийности и содержании белка. Это как? Я их установил. Калорийность. Говорят, что в то время было такое мнение, кстати, оно и до сих пор будет, что калорийность, вернее, ценность продукта оценится за счет того, что мы берем какой-то продукт, съедаем, и он дает столько-то белка, вернее, столько-то калорий. А, ценность пищи, исходя из количества калорий в конкретном блюде. Вот что являлось основным критерием. И второе, и сейчас является, это сколько тут белка полноценного, неполноценного. А, ну то, что пишут белка, столько-то углеводов, столько-то. На самом деле, на самом деле, он, значит, подошел к этому явлению, к исцелению пищи следующим образом. А сколько здесь энергии, которые аккумулировало растение от солнца? Аккумулировало, то есть взяло. Сколько здесь солнечной энергии? Да, и он назвал пищу, которая, растительная пища, свежая, причем растительная пища, аккумуляторы первого рода. Это растения, значит, ну какие растения, овощи, фрукты, в самом свежем виде. Орехи. Орехи, действительно. Семечки, да? Молоко, значит, которым кормят, значит, ну, детей, то есть, свежайшее молоко. Вот этого аккумулятора первого рода, оно дает наибольшую пищевую ценность, согласно... Человеку, да? Да. И способствует того, что с помощью этих продуктов человек лучше всего себя чувствует и исцеляется. Аккумуляторы второго рода, это, допустим, те же растения, но вареные. Потенциал солнечной энергии уже у них ниже. Но остался. Конечно, остался, но ниже. Вот эти продукты он уже рекомендовал использовать как... Ну, не так часто, но тем не менее использует. И, наконец-таки, аккумуляторами третьего рода, это являются животные продукты, консервы, солонины и прочее, прочее. То, что прошло термическую обработку и рафинировано. Оно уже представляет наиболее... Наименьшую, вернее, ценность. И он сделал еще очень интересный вывод, который, который как раз справедлив по сей день. Оказывается, для того, чтобы насытиться пищей, нам необходимо использовать вот эти вот продукты, аккумуляторы первого рода, которые не изменены. Они содержат и энергии больше, и они содержат такие вещества, которые регулируют потребление и насыщение пищи. Субтитры создавал DimaTorzok